Доброе утро товарищи. Муж везет на работу. На улице тепло, солнце. Мне даже жарко вышло. Или я так собирался, чтобы не жарко. Сейчас я покажу, что на улице. Занимаются чисткой двора от листьев, от жухлых листьев. Солнечно, очень солнечно. Это радует. Забрала котомочку себе покушать. Тут документики. Короче, едем. Там у нас парк. Люди по парку гуляют. Ой, завидую, которым с утра не на работу. Так классно. Иду чай пить. День рождения, девочки. Все, поздравили девчину с днем рождения. Такой тортик вкусный покушали. Салатик. У нее вчера было? У нас, короче, два дня рождения подряд. У механика одного. Мы вчера торты объелись. Короче, с понедельника... А, нет, вчера вторник же был. Да, с первого числа начали дни рождения. Чаевничать. Очень вкусно. Как видите, солнечно. Там мои такие длинные ножки. Бегут по дорожке. Ну все, теперь за работу. Мася у нас дикая, да? Не хочет у нас жить Мася. Ну, Масянька. Ну, а че ты возмущаешься? Че Мася, Мася? Красотка, грязненькая какая. Че Мавра? Я уже ее по всякому кличу. И Мавра, и Мася. А? Ой, смотри, какая пылища-то у нас. Ласки хочет кошечка. Пошли домой. Поспала немного на диванчике она. Поспала. Отдохнула и опять попросилась. Вон у нее там кушать есть. А, Масяка? Кушать есть, да? О, дружочек пришел. Серенький дружочек пришел. Хвостом виляет. Девчата, на улице жара. Дома жара. Лучок у нас на каникулах. Кушал пельмешки, кушал. Разогревал. Сейчас пойдет к папе. Надо убрать сейчас со стола. Сейчас уберу со стола. Покажу, что купили. Так, убираю все. Сейчас выложу. Короче, девчата, купили хлеба. А продукты на 5000 тенге. Надо использовать на два дня. Увидела черного принца яблоки. Так захотела. Короче, у нас сегодня лимит выделенный. Купили лаваш для того, чтобы делать, короче, бутерброды, сосиски. Кстати, новинка. Видите, цена 950 тенге. Сочные называются. Сардельки вареные. И написано новинка. Так что будем с сыром делать в лаваше. Бутербродики. Купили маленький-маленький этот кетчуп. Давно уже не брали. Я имею ввиду три желания фирмы. Ну и наш любимый Махеев с перепелином яйцо. Обожаю его. Вкусный. Так, сейчас я буду делать котлетки. Котлетками. Так. И огурчики. И огурчики купили. Короче, вот это все на 5000 тенге, ребята. Не знаю, смотрите, дорого-то недорого, но это даже меньше 1000 рублей. Вот. Вот. Сейчас сделаю котлетки. Отварю рис. Так, пришли забирать внучка. Девчонки замочила хлебушек. Ай, пролила. Ладно, ничего страшного. Так. Сейчас. Такая мне неудобная эта штучка. Надо новую купить. Лук сейчас буду резать. Так. Фаршик. Фаршик, девочки, говяжий. Говяжий. Не знаю. Люблю говяжий. Ну и смешанный тоже люблю. Но говяжий, мне кажется, вкуснее. А кому какой нравится фаршик? Котлетки. Каким нравятся? Говяжий или со смешанного фарша? Говорю, прибегаем с работы. Не знаю, что хватает. То ли убираться. То ли готовить. То ли сразу съесть что-нибудь, сожрать с холодильника. Не очень сильно хочу кушать. Сегодня на день рождения так вкусно угощали. Тортиками, салатики такие вкусненькие были. Вот. Хотели. Чай пить на чай пить. Так, надо отжать хлебушек. Хлебушек. Отожму. Ой, какой лук ядовитый. Глаза прям ест. Ах, какой лук ядовитый. Так, я забыла, по-моему, яйцо, да? Яйцо надо. Так. Сейчас все перемешаем. Быстренько котлетки пожарим. Я не знаю, теперь начнем на сливочном масле, что ли, жарить. Не купили мы. Забыли мы совсем про масло. Я забыла, что брала маленькую бутылочку. Да. Памяти. Что-то с памятью моей стало. Так. Сегодня у нас среда или вторник? Я уже что-то запуталась. Сегодня среда. Да, сегодня среда. Так. Помоем ручки, водички. Так. Пошла я за яйцом. Отстегнусь. Схожу за яйцом. Добавляем. Машины не мешают. Так. Что еще хотела взять? Соль. А, еще масло хотела взять. Масло, это подсолнечное. Сливочное. Аууууууууууууууууу. мы масло забыли купить на чем будем котлеты жарить лучше и не придумаешь ну да за одной мусор вытащишь на чем котлеты жарить никакого масла посолим поперчим как раз пока и нас тряпали сходит только не знаю котлеткам что сделать гарнир делать не делать меня гарнир последнее время вообще чисто собачкам ничего не едят макароны по-флотски почти половина этой сковородки собачкам ушло что еще у нас там рис посмотреть и сотворить или или сразу знаете я жарю котлетки потом когда потушу может быть сразу картошечку закинуть посмотрим или просто мундире творить мой мундире в пакете отварю потому что у меня и внучок любит мундире обожает ему целый пакет отварил микроволновки картошки вот он любит ее лупать моя бабушка пьем мы с ней в деревне когда эта станция росла возьмем масло еще душистого налью макаем солью картошка вкусно картошку любили всегда 2 хлеб на урале 2 хлеб ну вообще 2 хлеб считается картоха второй хлеб так кругленький делать или продолговатый ладно такие сделал как положено иногда кругленькие люблю котлетки иногда вот такие вот вы лишь бы им только мне видно было то может быть и не видно уже и слышно мой как у меня видео портачится вы бы знали руки-крюки мамка мне всегда так ирка у тебя руки-крюки ничего не получается все летит хочется все быстро сделать все с рук летит хорошо муж пошел сходил за этим за маслом магазинчик местный да раньше бабули подвальчики и масло затарено 5 литров камчук всегда удивляется с на что же вы такие незапасливые что же такие незапасливые они можно сказать дети войны да какие дети у меня бабушка с 20 года была была и войну 20 чем-то лет было да но она в этом комсомольск-на-амури там вот эти вот строили они короче в тылу мама то у меня в поезде родилась семимесячная улану д бабушку с поезда сняли и врач хотела ее забрать сказала ты ее не довезешь до урала а дедушка-то настоящий был арестован за что не знаю раньше сами знаете нквд дым-сюдым вот так вот такие судьбы были раньше и поэтому бабушка всегда была запасливая всегда то что на вот этот голод все равно не переживали когда еще на маленькой была тоже голод был в поволжье же жили там у меня бабушка мордва и не горит лебеды хлеб делали лебеда трава так вроде бы супруг пришел ну все у меня котлетки готовы так мои ручки которые замачивался хлеб жир сейчас полотенце полотенце уже грязненькая ну как не мои полотенца на каждый день надо менять у меня быстро запачка ваются так все сейчас жарим котлет ребят достаю огурчики чтобы помыть порезать котлетки уже почти готовы смотрите все замечали через пакет замечаешь чтобы кто-то уже по ужину откусил даже не заметила что она мне такой положила огурчик ой ладно что теперь вот такие аппетитные котлеточки я сварганила теперь огурчик хрунку трава такой безвкусный но зеленый все сейчас картошечка сварится на трава на очки и садимся ужин